Итак, всем добрый, всем добрый день. Я сейчас лечу, лечу в Киев, пролетом, видите, в аэропорту. Нахожусь в аэропорту города Москва, Домодедово, аэропорт Домодедово. И, значит, сколько успею, столько успею, потому что у меня заканчивается сейчас заряд в телефоне и не подключается почему-то московский телефон. В общем, и мне идти уже на посадку. Так что я чуть-чуть сегодня, буквально несколько слов. Сегодня будет короче урок, чем обычно. Надеюсь, слышно меня хорошо, видно меня хорошо, поэтому я сразу начну. Значит, мы находимся в главе, главе восьмой. И мы дошли до того, что царь Соломон говорил с нами, что вот если цари будут по торе, если министры по торе, если олигархи все по торе, то будет все идеально. И дальше он это объясняет в семнадцатом отрывке, в семнадцатом отрывок восьмой главы, он говорит так, что они уавея эов. Он говорит, те, кто любит меня, я люблю. Это говорится от Бога через царя Соломона. То есть это имеется в виду Бог говорит, да, как бы. Он говорит, они уавея эов. Я любящих меня люблю. И те, кто меня ищет, те, кто меня ищет, они меня найдут. И вот тут очень интересная такая вещь. Значит, человек, он в этом мире, он все время что-то ищет. Вот я не видел ни одного человека, который бы сидел на месте. Те, которые сидят на месте, есть там всякие буддисты и так далее, они тоже ищут спокойствие, ищут отсутствие страданий. То есть они тоже ищут какое-то состояние, просто чтобы его найти, они сидят и отказываются от всего остального. То есть человек, в принципе, можно назвать человека любого ищущий. Все люди ищут что-то. Деньги, любовь, признание и так далее. Теперь, любовь, вот, аава, да, это когда человек то, что он ищет, он любит, он хочет с этим соединиться. Само слово любовь, аава, на иврите, да, или на русском даже, любовь. Что значит любовь? Я люблю эту женщину. Значит, я хочу быть с ней вместе, хочу быть с ней вместе, то есть в этой родине. Аава – это желание быть вместе. Я люблю борщ, хочу борщ с ним соединиться, его съесть. Я люблю кофе, значит, я кофе хочу нюхать, пить и так далее. Так вот, аава – это когда человек к чему-то стремится, он хочет с этим соединиться. Теперь, что здесь нам сказал Бог? Он говорит, они, оавея, эов. Я, говорит, тех, кто любят меня, тех, кто любят, не написано меня, аавея, тех, кто любят ее. Ее – это Тору. Я люблю, и те, кто ищут меня, найдут меня. Теперь, так как мы знаем, что с Богом соединиться невозможно. Бог – это создатель мироздания, Бог – это тот, кто дает жизнь всему мирозданию. Как с ним соединишься? Это человек на солнце не может посмотреть. А как он с Богом может соединиться? Это Бог. Но Бог нам выразил себя в Торе и в заповедях. То есть, Бог через пророков, через Машер-Абейну, он нам дал Тору и дал нам заповеди. Это похоже на то, как царь приказал, приказал царь какой-нибудь, да. Он думает, хочу, чтобы мне построили дворец, чтобы люди могли приходить и меня видеть. Такой дворец, чтобы со всего мира приезжали. Как Лувр, например, да. Вот, допустим, он царь какой-нибудь такой, великий царь. И он говорит, меня увидеть невозможно, но место, в котором я живу, хотя бы можно. Значит, чтобы люди помнили обо мне. Значит, что говорит царь? Он говорит, я сейчас им напишу людям, что я хочу, каким я хочу, чтобы было это место. И начинает описывать этот дворец. Он его описывает, описывает, описывает в определенной книге. Вот эта книга, он ее описал, он говорит, хочу, чтобы было так, хочу, чтобы было так, хочу, чтобы было так, хочу, чтобы было так. И он дает в этой книге полное описание своего желания, как он видит то место, в котором люди должны ему поклоняться. Поклоняться, приходить, видеть. Теперь, дальше, когда он эту книгу написал, он дает конкретные приказы, уже знаете, как есть. Есть визуализация, когда делают, например, ремонт какой-то, делают визуализацию, объясняют, что хотят. А потом есть уже чертежи и есть приказы рабочим, как строить. И рабочие дальше начинают строить, и они строят этот дворец. Теперь вот эти, вот их строительство, их действия, это заповеди. Когда ты выполняешь волю Бога, это ты своим телом, ты как бы соединяешься с Богом. А когда ты изучаешь вот эту книгу, где он написал этот дворец, ты соединяешься с его мыслью, с его желанием, с его мыслью. И это здесь то, что мы изучили сегодня в 17-м отрывке 8-й главе. Бог говорит, я, Аавея, Эов. Я, те, кто любит Тору, Тора это та книга, в которой Бог изложил, ну, как бы, свою мысль. То есть, изучая Тору, ты мысленно соединяешься с Богом. И, выполняя заповеди, ты действием телом соединяешься с Богом. Вот так вот то, что здесь написано. Значит, у меня просто я должен идти сейчас на посадку, поэтому я должен сейчас прерваться, к сожалению, да. Но хочу еще несколько слов сказать на эту тему, что обычно человек, вся мысль человека, она его соединяет с чем-то, с чем-то. Например, человек думает о себе, он в этот момент соединяется с собой. Человек думает, смотрит он в Facebook, Instagram чей-то, он в этот момент соединяется с кем-то. Он думает о своей цели, он в этот момент соединяется с целью. То есть, в любом случае, человек, когда думает о чем-то, он в этот момент мысленно соединяется с тем, что он думает. Поэтому, изучая Тору, думая о Торе, ты соединяешься с Богом. То же самое действие. Дальше человек выполняет действие. Почему он выполняет действие? Он выполняет действие или потому, что он хочет, или потому, что он хочет, или же потому, что его заставляют. То есть, у каждого человека есть два варианта. Или я хочу и делаю, или меня заставляют и делают, или меня попросили, я не хочу отказывать. То есть, между вот хочу и заставляют, хочу и заставляют, это вот проходит жизнь человека. Что мы делаем обычно? Обычно мы делаем какие-то вещи, которые нас заставляют просто другие люди или мое желание. Что является наградой? Ты сегодня сделал то, если ты делаешь то, что от тебя хотят другие люди, тебя похвалили. Если ты делаешь то, что хочешь ты, у тебя есть удовлетворение на какой-то момент. Ты сделал то, что ты хотел. А дальше ты опять что-то хочешь новое. Если ты делаешь то, что хочет Бог, изучаешь и делаешь то, что хочет Бог, ты получаешь связь с Богом. А связь с Богом – это связь с вечностью, связь со своей душой, переход в духовный мир. Вот это в двух словах, если коротко, в одном отрывке, в одном отрывке есть как бы суть, почему надо изучать Тор и выполнять заповеди. Все. Всем удачи. В воскресенье у нас следующее занятие. Завтра шаббат. Всем шаббат. Шалом. Сегодня шаббат вечером наступает. Я должен долететь до Киева. Все. Побежал, чтобы на самолет не опоздать. Всем шаббат. Шалом. Всего хорошего.